Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава, спаренная, она рассказывает о различных видах нечистоты. И вот одна из видов нечистоты, это чистота, о которой мы будем говорить, о проказе, определенный вид проказы, который существовал только в еврейском народе и передавался особым путем. Каким путем? Это когда человек, не дай бог, говорит гадость о другом еврее, лошанара, плохой язык, он тогда начинал покрываться пятнами. Но происходило это не сразу. Сначала покрывался пятнами его дом, начинали рушить дом, потом одежда, начинали сжигать одежду, потом уже сам он, а потом уже его нужно было удалить за пределы стана. И после этого надо ждать, пока он будет чистый, и Коэн смотрел, чистый он или не чистый, только после этого, когда он определял, чистый он или не чистый, ему возвращалось вернуться в стан. И Рэбе спрашивает на это очень интересный вопрос, почему определяет он чистый или не чистый именно Коэн? Казалось бы, это неправильно, потому что должен определять знаток, в каждой области должен быть знаток, будь то доктор, будь то еще что-то. Есть различные раввины, которые знатоки в разных областях, они постоянно консультируются, консультируются со специалистами в этих областях. Есть раввин, который занимается вопросами чистоты или не чистоты, семейной чистоты или не чистоты, они обязательно советуются с раввинами. Какие процедуры, скажем, делают женщину нечистую, там, скажем, гистероскопия или другие вещи, а какие чистые, это то, что касается гинекологии и так далее. Есть раввины, которые занимаются хаклоутом, земельным хозяйством. Эти раввины как раз и разбирают вот эти вот принципы, вот эти вот детали, которые связаны с землей. То есть они консультируются с агрономами, они должны знать, когда начинает созревать плод, когда он наполняется, какой плод нового урожая, какой это, они постоянно консультируются. Наверняка те, кто занимается проказой, должны были консультироваться с людьми, которые разбираются с проказами. Ну нет же, именно коин, он решает, не этот человек знаток, а коин, он постановляет, человек чистый или не чистый. И вообще, очень странно, мы знаем, что Маше прекрасно уже разбирался, что такое чистое, что такое не чистое, что такое проказы, потому что Всевышний уже сталкивался с проказами. Вы помните руку, которую он засунул, за пазуху и высунул, она покрылась язвами. Почему? Потому что он сказал, еврейский народ мне не поверит. Как я ему докажу, что Бог? А, ты не веришь еврейскому народе, ты говоришь еврейскому народе плохо, что он тебе не поверит, получи проказу. Тут же Всевышний его излечил. И поэтому произошло такое вот событие, о котором мы говорим. Дальше было событие Смирьям, но это отдельное событие. Это понятно, что с проказой были знакомы, уже знали, что это такое. Кому никак Маше, который получал всю Тору из законы проказа, его ученикам не заниматься решением, кто чист, кто не чист. Почему должен решать это именно Арон, именно его потомки, именно Коины должны решать, кто чистый, а кто не чистый. Рамбам приводит еще одну вещь, не только Рамбам, а наши мудрецы говорят о том, а если нету Коина знатока, если Коин вообще не понимает в этих вопросах, чистый или не чистый, что тогда делает? Он объясняет, тогда идут к мудрецу Торы, который хорошо разбирается в этих законах, он определяет чистый или не чистый, и он это говорит Коину. И тогда Коин постановляет то, что сказал Равин, но Равин не может сам постановить, чистый этот человек или не чистый. Он подходит Коину, а Коин уже говорит, я тебя объявляю чистым, он даже может повторить за Равином слово в слово, ты чист. Но только Коин может определить, что же такого есть в Коине, что такое есть в сыновьях Аарона. Для того, чтобы это понять, мы должны разобрать вообще, что такое был Аарон и личность Аарона, за что он заслужил вот такое вот богатство, что Всевышний дал ему возможность определять чистоту еврейского народа именно в этом вопросе, и почему этот вопрос такой отдельный. Итак, начнем от того, что Аарон был очень... пишется, что Коина это Аншей Хессет. Я приведу пример, который произошел, я говорил уже на предыдущих лекциях, очень интересную вещь. Посылает Маше кого? Посылает кого? Кого посылает Бог Маше? Маше помнит, что была ситуация с братьями, что каждый раз в еврейском народе была ситуация с братьями. Это был Ишмаэль, Ицхак, это был Эйсав, Иаков. И каждый раз из-за того, что кому-то передавали большую роль, то есть это как бы воспринималось на ножах, как говорится, и имело очень плачевные последствия. Мы видим историю с Иосефом, который продали в египетское рабство. И тут Маше приходит ко Всевышнему, и Всевышний говорит, ты пойдешь. Он говорит, Всевышний, почему я? Есть мой брат Аарон, который там находится. Он был с еврейским народом, страдал вместе с еврейским народом. Он их утешал, и он самая подходящая личность, ты посылаешь меня, я не могу так сделать. Он говорит, почему Маше боялся? Маше боялся, что здесь повторится история, что Аарон, не дай бог, плохо к нему отнесется за то, что он опередил его. Но что происходит с Аароном? Аарон встречает его и выполняет его дублером. Не первую роль, хотя он старший брат, не первая вещь, а потому что ему никакой претензии нет к Маше. Раз так хочет Всевышний, его я настолько было маленькое, что он выполнял только то, что хочет Всевышний. И это то, что было удивительная вещь. Вторая вещь, которую мы видим, вещь, которая очень тяжела для понимания для нас иногда. Какая это вещь? Это вещь, когда сам Аарон как бы участвовал в создании Золотого Тепца. Почему? Потому что мы помним историю с Хуром. Хур сказал, это его племянник, сказал, что вы делаете, зачем вы делаете Тепца, Маше обязательно вернется. Что сделали с Хуром? Хура закидали камнями. Тогда Аарон понял, что он может умереть, он не боялся умереть. Но он подумал, из любви к еврейскому народу он хотел его спасти. И как он его спасал? Он дал им такие условия, которые не должны были, они не смогли бы сделать. Но эти условия они как-то сделали, они собрали то золото, огромнейшее количество и так далее, но они сделали эти условия, и Аарон этого не ожидал. Он никогда бы не хотел, чтобы построили Золотого Тепца, и это делал с любви к евреям. И поэтому даже любовь к евреям переполнила вот ту чашу, которую он сделал. И еще одна важная вещь, которую говорит Медра, что когда умер Аарон, его плакивали все, и мужчины, и женщины, все, и дети даже. А Маше не пишется такого. Почему говорится об этом об Аароне? Потому что Аарон делал мир между мужем и женой, между евреями. Он всегда находил, как помирить евреев, как выйти сухими злоты, чтобы еврейских конфликтов не было вообще. И как он это делал? Он шел, пишется к мужу, и говорил, когда они были в ссоре с женой, и говорит, ты знаешь, твоя жена такие хорошие вещи, говорит, как она тебя любит и все остальное. Единственное, что она не может уже пойти на попятную. Вот если бы ты начал, заговорил первым, пошло бы все хорошо. И то же самое он говорил жене мужу, мужу жене, и тогда они приходили друг к другу, и так происходило. Так говорит наш еврейский закон, закон Ахоша Нара, когда к тебе приходят и говорят, что, а правда ли, что такой человек говорил на меня гадости? А еще он называл тебя земляным червяком. Помните, как в том, это вот. Правда ли он говорил гадости? Ты имеешь право обмануть и сказать, нет, не правда. А правда ли это? Потому что иногда правда, она не нужна. То есть это не значит, что правда это плохо, но правда не нужна. Она может поссорить, убить и все остальное. Поэтому иногда, в таких случаях, когда это может поссорить людей, можно сукавить, для того, чтобы объединить мужа с женой, друзей, людей, чтобы евреи объединились, можно что-то придумать. И в этом и есть основной смысл, в чем удостоилась генетика Аарона, потому что настолько любят евреев они. А почему именно в этом законе? Потому что этот еврейский закон выводил человека в Нестана. То есть публично унижал человека, публично говорил, пошел отсюда вон, пошел прочь с нашего дома, пошел прочь с нашей общины, то есть на этот момент. И он сам должен кричать о себе. Тамэ, тамэ, не подходите ко мне. Почему не подходите? Потому что он понимал, что он разлучал людей и это тоже. Поэтому для того, чтобы понять, мы должны понять, что такое наказание. Всевышний не наказывает только ради того, чтобы исправить. Всевышний наказывает только для того, чтобы исправить. И не потому что он хочет отомстить, не потому что он злой, не потому что еще что-то, а потому что он хочет исправить. Есть один пидгамм, даже говорят, а почему многих злодеев Всевышний не наказывает? А зачем? Он знает, что он их этим не исправит. И почему их тогда наказывать? Какой смысл? Его задача не наказать, он получит свое наказание, конечно. Но его задача не наказать его, а исправить. А если исправление не придет путем наказания, так и наказание как таковое здесь не нужно. И поэтому то же самое здесь. Именно отец, который любит сына, он может его наказывать, а другой человек не может. То есть любая вещь должна происходить из любви. Когда ты хочешь что-то научить другого человека, сделать ему что-то, что является для него каким-то плохим, это только из любви. Когда ты делаешь это из любви, тогда это понятно. Если человек идет на операцию, говорит Батюрский Юребов в другом примере, ему ставят укол, это же наркоз, это больно. Ему кажется, что человек делает ему больно. Если ему режут, ему делает больно. Но почему ему делает больно? Для того, чтобы его вылечить. И поэтому здесь то же самое. Почему он должен сидеть, и почему Коин должен из любви к нему? Из любви к нему он должен сделать так, чтобы он вышел за пределы и исправился. Исправил это то, потому что это влияет на весь еврейский народ. Что мы можем увидеть в этом, то что мы говорим? Мы можем увидеть в этом большую вещь. Что когда иногда Ребет сказал одну фразу, тот кто милосерден к жестоким, он жесток к милосердным. То есть иногда наше милосердие является вещью, которая является не милосердием, а жестокостью. Когда мы даем наркоману деньги, а не еду, то он это сделает себе хуже. Поэтому это уже не милосердие. Когда мы даем кому-то то, что ему не нужно, и не нужно иногда проявить какую-то жестокость. Но эта жестокость должна идти не из-за того, что мы не любим этого человека, а из-за того, что мы хотим исправить этого человека и помочь ему. Только тогда мы можем проявлять какие-то вещи, которые связаны с каким-то наказанием. Если мы уже казнулись наказанием, мы можем сказать, это отец и сын. То есть когда отец хочет наказать своего ребенка, чтобы его исправить, ему нет задачи его просто ударить. Он не хочет его бить. Но пишется в Талмоде, отец, который не наказывает своего ребенка, он его просто-напросто не любит. Потому что из любви идет наказание. То есть только от любви идет наказание. Почему пишется, что одна вещей, вопросов которые задает, если еврейский народ избранный, почему же Бог его так наказывает? А вот потому, что когда ты идешь по улице и ты видишь чужого ребенка, который ведет себя недостоинно, тебя это не сильно волнует. Тебя волнует твой ребенок, чтобы он вел себя достойно. Это тебе касается. Это твоя задача. То же самое с еврейским народом, что больше всего мы получаем наказание, потому что мы не безразличны Всевышнему. Я не говорю, не дай Бог, о наказании, там, Холокост и все остальное. Я не могу это объяснить и не хочу это объяснять. Но зачастую мы получаем наказание, потому что мы не безразличны Всевышнему. И поэтому происходит какое-то наказание. Известный пример, который говорит ли Павелский Райба по поводу Ишивы. Если в Ишиве учится ребенок, который ведет себя недостойно, все время, пока он находится в Ишиве, это нужно для этого ребенка. Этому ребенку мы должны проявить чувство любви. Но это до той поры, пока он не начинает портить других детей. Вот тот момент, когда он начинает портить других детей, это уже не любовь к этому ребенку, а это, не дай Бог, жестокость к другим детям. Они не должны терпеть этого мальчика или эту девочку, потому что она портит всю атмосферу и все остальное. Поэтому нужно принимать меры. И любая мера должна быть из любви к другим евреям и к этому ребенку тоже. То есть нельзя его просто кинуть, но надо думать, как решать эту ситуацию. Эта ситуация очень сложная. Что же касается Вашинара, злого языка, там страдает три человека. Первый, тот, кто говорит. Второй, тот, о ком говорят, понятно. Ну, в первую очередь, тот, о ком говорят, потому что говорят о нем нехорошие вещи. Второй, тот, кто говорит, потому что он нарушил закон Вашинара. И третий, тот, кто слушает. То есть три человека, они страдают. Очень интересная история, что рассказывается про одного из наших Рэбе, что он говорит, в этом месте говорили Вашинара, и вы спросили, почему? У меня отключилось ухо. То есть праведники настолько владеют своим телом, что у них нету животной души. И когда кто-то говорит, что ваша нора, ухо отключилось, потому что он не может. Мы, к сожалению, не можем так поступить. Но тем не менее, мы должны это понять. И что мы можем выучить с нашей недельной главы, с этой историей, что именно Коин Пересвящения? Пишется, что Коин Пересвящения, когда я забыл сказать, что благословляет, когда он благословляет еврейский народ, не Коин Пересвящения, а все Коины во время молитвы, когда благословляет еврейский народ, они говорят, что Всевышний заповедовал нам благословлять еврейский народ Беава, то есть любовью. То есть, что Коин должен благословляться с любовью. Если нету любви, это уже не благословение, не считается действительным. И поэтому у Коина есть особая любовь к еврейскому народу, и поэтому ему дано право благословлять еврейский народ. И только если он любит еврейский народ. Что дальше, то, что мы хотели сказать, почему, вернее, что мы можем выучить с этого? Мы можем выучить с этого удивительную вещь, удивительную вещь, удивительную еще раз подчеркнув. Зачастую в наших отношениях между людьми, между евреями и евреем, между мужем и женой в особенности, что-то происходит, потому что человек не может правильно что-то сказать. Потому что человек говорит это другому не из-за того, что он его любит, и он ему не безразличен, а из-за того, что он любит больше всего себя. Сказали, Пидгамм в хасидизме, Пидгамм такое выражение, говорит, если ты не любишь, не можешь возлюбить другого еврея, как самого себя, тогда люби себя меньше. Тогда ты сможешь любить его больше. То есть из-за нашей любви к себе происходят все проблемы. Нас обидели. Кто такие мы? Кто такой я вообще? Нас обидели, меня обидели, меня оскорбили. Ой, мое я, теперь я не могу терпеть этого человека, не могу быть. Все это происходит, потому что нас задевает свое я. Как в отношении мужа с женой. То есть он не приготовил кушать, она там плохо там это, она плохо это. То есть меня задело. То есть это тебя задело. То есть то же самое в отношении в синагоге. Меня задели, мне мешает шум, что кто-то говорит. Мне мешает, что другой человек не соблюдает шаббат, но это мне мешает. А мешает ли это Всевышнему, дорогие друзья? Мешает ли это Всевышнему? Мы об этом задумывались. Что хочет Всевышний? Может он этого человека хочет приблизить? Может хочет ему что-то сделать хорошее? А мы это не делаем, мы ведем себя неподобающе только потому, что мы не можем, что наше я цепляется. И поэтому, когда мы хотим сказать другому еврею что-то, прежде всего мы должны понять зачем и для чего мы это делаем. Не для своего я, а для того, чтобы исправить его. Поэтому есть возможности сказать то же самое другим языком. Можно подойти к нему один на один, если он услышит, и попробовать ему объяснить. Ты знаешь, мне кажется, ты бы сделал по-другому. И для того, чтобы человек тебя послушал, говорит Рэбе Араяц, предыдущий Рэбе, нужно сделать что-то хорошее для этого человека. Тогда он просто тебя послушает и говорит Рэбе, что это мы видим хасидизм. Когда мы в хасидизме примере мерцуем Рэбе. Ты идешь человеку, даешь еду, ты даешь ему халат, ты даешь ему еду. Когда он видит, что ты ему не безразличен, то он не будет принимать твои советы. Почему, когда нам родители говорят вещи, даже которые мы не в состоянии принять, но мы их слушаем с любовью и готовы прислушаться. Не обязательно мы сделаем, как они скажут. Потому что мы знаем, что родители, они любят тебя. И поэтому все их советы идут из любви к тебе. Когда советы идут от другого человека из любви к тебе, то ты их как минимум высушаешь. Но когда советы идут из любви к себе, так тебя никто не будет слушать. Кто ты такой? Кто ты такой, чтобы ты мне говорил? Кто ты такой? Великий Кахер и Махерка говорят, да? кто ты такой, чтобы ты мне что-то сказал. И поэтому мы должны понимать, когда мы находимся в синагоге, дома, мы должны понимать, во-первых, мы должны знать, как сказать, найти эту речь и понять, что то, что нас обидели, это не страшно. Я всегда рассказываю этот анекдот, мне очень нравится, когда говорят, Рабинович, вы знаете, что о вас говорят, когда вас нет? Он говорит, когда меня нет, меня могут даже побить. И когда нам кажется, что мы что-то великое, что мы что-то большое, задумайтесь об этом, когда вы ведете семейную жизнь. То есть можно прийти и сказать, ты знаешь, дорогая, мне кажется, что-то здесь не так. Знаете, женщина должна понимать, что мужчина, его природа на что-то влиять. Ему важно, чтобы его кто-то слушал. Но если ты хочешь сказать, ты можешь сказать это другим словом. Ты можешь так сказать, что мужчина будет делать все, что ты хочешь, только потому, что ты сказала, ты молодец, ты прав. Но здесь можно по-другому. А вот эта вот вещь, ты прав, это знаете, это как ты это скажешь, как ты это приносишь? Ты принадлежишься из-за любви или из-за ненависти. Рассказывает про одного раввина, что когда он приехал в местечко, все, что он говорил, все слушали. Один раз там была очень нехорошая история. Пришли к раввину и сказали, скажи, пожалуйста, чтобы они сделали по-другому. Он говорит, вы знаете, потому что все, что ты делаешь, все люди слушают. Вы знаете, почему он мне все слушает? Потому что то, что я говорю, я знаю, что они услышат. Я знаю, что они готовы это принять. И поэтому я это могу сказать. Есть очень большая заповедь, как сказать вещь, которая будет услышана, как не сказать вещь, которая не будет услышана. Если ты человеку говоришь там не нарушай шаббат или еще что-то, и он это не услышит, а какой смысл в том, что ты говоришь? Ты можешь ему выйти и сказать, знаешь, это плохо, это неправильно. Или ты знаешь, не говоришь. Есть один шикарный пример, который я не могу не поделиться. Я слышал вот так, что Реба там привел пример, что ты можешь что-то сделать для Всевышнего, каждый еврей, для того, чтобы называться человеком шамер-шаббат, соблюдающим субботу. Если ты придешь на работу в шаббат на час позже, ты этот час соблюдал в шаббат. Ты этот час посвятил Всевышнему. Если ты говоришь по телефону в шаббат, не дай бог, да, и ты вместо двадцати бесед, да, двадцати отвеченных сихот, как говорится, ты одну сказал, нет, одну я отложил. Ты эту одну сиху посвятил Богу. Ты для Бога сделал одну большую вещь, одну маленькую вещь, которая огромнейшая вещь. Мы можем сделать для Всевышнего больше, чем мы можем сделать вообще. То есть их безразится понимание. То есть и эти люди, да, которые, когда мы видим, это подход рэбы, подход рэбы из любви, как надо любить еврея, где видеть в каждом вещи плохое, хорошее, а не плохое. Когда он курит, не дай бог, шаббат, да, и мы видим, что он курит на одну сигарету меньше. И когда он курит на одну сигарету меньше тем, это уже подарок для Всевышнего. Это уже для Всевышнего настолько важно, может больше, чем все мое соблюдение всего шаббата, который уже привычно, которому я привык. Он отказался всего лишь от одной сигареты. Он всего лишь не поехал на машине, а пошел пешком, одну поездку, а дальше он ехал, не дай Бог, на машине. Вот это вот время, которое он соблюдает, это время полностью посвящено Всевышнему. Это время, которое он оторвал от себя и сделал что-то для Всевышнего по-настоящему и даже больше, чем я, потому что это действительно для него важно, он это посвятил Всевышнему. И поэтому мы видим и любим евреев, должны любить евреев. Это очень важно. Еще один аспект, почему мы говорим о Шанарам, почему нам хочется ругаться или еще что-то, почему есть такое определенная вещь. Вообще, кроме того, что мы говорили, что для человека особое удовольствие говорить гадости, непонятно почему, но это особое удовольствие. Есть два пути поднятия. Одно опускает других, не дай Бог, когда ты его опускаешься, ты сам поднимаешься. Ну, как я скажу, выбрал политику НДИ, партия Либерманом в Израиле. Она любит сейчас говорить, что эти плохие, эти плохие, эти плохие. Все плохие. Премьер-министр, это, это плохие. А что ты сделал хорошее? Что ты предложил взамен? Опускать других, чтобы подняться, да, так политики делают, так делают обманщики, да. Но когда ты предлагаешь, там, как пишет Рэбе Рюбавичский, темноту палкой не прогонишь. Сделай хоть одну хорошую вещь, да, и ты исправишь всю эту темноту, ты поднимешь это к святости, да. Чуть-чуть света разгоняет темноту, чуть-чуть света разгоняет темноту. Делай добро, неси добро, а не занимайся с них чистотой. Один совет, который я хотел дать, очень важный, как мы уже говорили, что все происходит от того, что наше ясене большое. Да, нам кажется, что мы пуп земли, нам кажется, что все о нас думают. Я приводил этот пример. Ребята, страшный пример, да. Есть Равин Ишаегисер, который сделал очень много для Одессы, но меняется поколение, и новое поколение его не знает, не помнит, не это. Есть Равин, который был в Астане до меня, прекраснейший человек, много сделал. Ну, пишется вещь очень интересная, далеко от места, далеко от сердца. Да, и я уверен, что когда я уеду с Казахстана, не дай Бог, если придется, или я раньше Машеха, или придется, дай Бог, не знаю, что может произойти завтра. И меня точно так же забудут. И все точно так же будет. И все это, то есть только близкие друзья. Поверьте, вы нужны и вы интересны только вашей семье и вашим очень близким людям. Всем остальным у них есть свои заботы. Не то, что вы им неинтересны. То есть завтра тебя уже не видят, завтра тебя уже забудут. Завтра ты что? Потому что ты должен жить, как говорится, жить для того, чтобы делать. Ты должен делать для того, чтобы жить. Рэбе приводит очень интересный пример. Что такое гордыня? Что такое, когда человек восхищается собой, везде это говорит, везде это вот что? Что плохого в этом? Человек сделал правую большую вещь, построился на голову. Человек сделал еще что-то. Он может восхищаться, почему нет? Рэбе сравнивает это, что болезнь, а есть одна болезнь, которую не принято называть у хасидов. Это болезнь, когда в организме вырастает что-то новое. Вы все поняли, я не хочу давать имя. Так вот, Рэбе говорит, когда эта болезнь зарождается в организме, человек кажется, что появилось что-то новое. Это не то, что чего-то не хватает. То же самое с гордыней. Человек говорит, что появилось что-то новое. То есть, почему? Чем плохо? Я что, хуже от этого стал? Просто я рад, что об они говорят что-то хорошее. Но проблема Рэбе объясняет всего этого, что когда это новое появляется, оно начинает брать питание от всего организма. Оно забирает все питание у всех других органов. И тогда только весь организм работает на нее, пока оно не убьет все тело. Не дай Бог. И то же самое с гордыней. Когда он начинает гордиться, он только работает все, чтобы он открывает дверь, кто на меня посмотрел. Я знаю, есть такие синагоги, в которых люди вот так молятся, они сильно качаются. Вот с сидуром. И у них молитва шманаесра, которая в принципе очень быстрая молитва, небольшая, занимает очень много времени. Ну, наверное, люди какие-то молятся. Но когда я видел в некоторых синагогах, как он начинает оглядываться, он начинает раскачиваться, немножко приоткрывает глаз. Он смотрит, а другие люди, которые сзади, также раскачиваются или нет. Они уже закончили молитву. То есть, ему важно, как на него посмотрят. Ему важно, как на него взглянут. Есть очень многие люди, которые по-настоящему молятся. И действительно они раскачиваются, и действительно они делают движения. И ты видишь, что это идет от сердца. Я всегда удивляюсь и восхищаюсь, как молится Александр Антонович. Не только я. Многие, да? То есть, мы видим, насколько это действительно идет от сердца. Но есть люди, которым важно, как на них посмотрят. Не то, что это от сердца, потому что, когда он один заходит в синагог он молится точно так же. А есть люди, которые на людях, им важно, чтобы на них посмотрели. И они живут этим. То есть, нету большего удовольствия для человека, чем жить чем, чем что о тебе говорят. Но поверьте, ты закроешь дверь, выйдешь за пределы синагоги и о тебе не вспомнят. Ты раввин, ты большой человек, никто, то есть о тебе могут не вспомнить. Потому что надо понимать сущность вещей. И Рэба говорит, что то же самое происходит с человеком. Он уже не служит Всевышнему, он служит своему я, что все говорили, насколько он красиво служит Всевышний. Человек может кинуться под поезд, застрелиться, все что угодно, чтобы о нем говорили хорошее. Но интересно, кого ты интересуешь, чтобы о тебе говорили хорошее? Да, поэтому, дорогие друзья, хочу вам сказать. Цените свою семью, цените своих близких друзей и уберите эти понты от себя. Уберите эти понты. Не важно, что о тебе сейчас говорят. Да, имя всегда важно в бизнесе, я не спорю. Да, имя важно тебе. Но имя это второстепенно. Главное твои действия. Не главное то, что о тебе подумают, а главное то, что ты сделаешь. И когда мы это будем ощущать, и когда мы будем с этим жить, нам не будет мешать, что кто-то нас обидел. Нам не будет мешать, что кто-то это вот. Потому что все это время, Пока мы можем двигаться вперед, эти обиды нас не остановят. Иногда человек замыкается на своей обиде, и он живет со своей обидой, и все. И иногда он делает вещи, которые абсолютно нелогичны, потому что он хочет выразить свои эмоции, сделать что-то нехорошо. Я немножко затянул этот урок, но для меня важно передать вам основной мессенджер. Мессенджер, который я принял в своей жизни. Я понял за свой небольшой промежуток жизни, 42 года, я увидел одну важную вещь. Что наши действия, это то, что имеет значение. Все, что говорят, и потом, сегодня говорят одно, завтра другое, оно растворится. Завтра мы поменяем место, нас вообще никто не будет помнить. Они могут вспомнить, ну и что с того? Главное, чтобы ты был перед Всевышним прямым и честным. Это то, что нас волнует. Это мы учим из нашей недельной главы. И очень важно передать абсолютно, еще раз я возвращаюсь к тому же посланию, что мы, если что-то хотим сказать другому еврею, как-то его наругать или еще что-то, только для того, чтобы его исправить. Если мы знаем, что это не поможет, уйди в сторону. Ты должен делать для него, а не для того, чтобы. Иногда люди спорят для того, чтобы доказать, что он прав. Зачем? Ты должен спорить не то, что доказать. Ты себя утверждаешь, себя утвердиться. Ты знаешь, что ты прав. Зачем тебе доказывать? Если ты знаешь, что ты можешь повлиять на человека с этой правдой, то ты можешь повлиять. Именно поэтому умерли ученики Раби Акивы, эпидемия учеников Раби Акивы, потому что они пытались всем что-то доказать, а не всегда всем можно что-то доказать, да, то есть не всегда ты можешь изменить человека, так иногда лучше не сказать, да, иногда лучше это не сделать. Всем желаю хорошей субботы, дорогие друзья, шаббат шалом, гуд шаббес, всем всего самого-самого наилучшего.